Только на первый взгляд может показаться безумным заявлением, но история приводит немало таких примеров. Достаточно вспомнить Анклавию, Ладонию, княжество Силанд. Есть даже государство без земель Вертландии, она же первая интернет-страна. И везде свои жители, флаги, законы. Вот американец Хиттен решил, зачем уставать с бесхозным землям между Суданом и Египтом и заявил, что присвоил 2060 квадратных километров, просто установив на территории королевства флаг. Но если дело так пойдет, я тоже могу объявить о суверенитете этой части студии. Флаг у меня уже есть. Сейчас, одну секундочку. Осталось придумать название моему королевству и объявить о независимости, Егор, от твоих территорий. Ну давай, рискни, попробуй. Ну а что, американцу можно, а мне нельзя? Вот так же, как и ты, Егор, кстати, заортачились и двое москвичей, которые уже взялись оспаривать владение Хиттена. Так как стать князем земель африканских и сколько еще бесхозных стран ждут хозяев? Наш репортер Александр Терехин присмотрелся к карте мира. Король Дмитрий I, Средиземья, так же известно, как Биртовель. Это немание величия. Москвич Дмитрий Жихарев действительно глава маленького африканского государства. Я король Северного Судана. А этот Джеремай Хиттен, он тоже вполне вменяем и тоже претендует на титул правителя этих земель. Вот оно, это богом забытое место. Вот он, Биртовель вот здесь. Он размером примерно с Москву. Чуть больше. Биртовель, он же Северный Судан. Небольшой участок между Египтом и Суданом, но обе страны почему-то от него отказываются. И так бы этот кусок земли и оставался ничейным, если бы мистер Хиттен не объявил себя его королем. В доказательство американец привел фотографию, где он водружает флаг на пустынной африканской земле. Физически Джеремай Хиттен просто не мог там быть. Та сторона пути от Халайбельского треугольника до Биртовеля, она является горным массивом. И там пройти на верблюдах заняло бы у него около двух месяцев. Любитель-путешественник Дмитрий Жихарев решил разоблачить Хиттена. И вместе с другом Михаилом отправился на спорную территорию. И там никаких следов присутствия американца россияне не нашли. В итоге они объявили себя правителями Биртовеля. И вот сегодня друзья решили сообщить об этом самому Хиттену. Тот в ответ пытается предъявить свои права. Я проехал несколько тысяч километров севера, но у меня не было GPS-навигатора, чтобы зафиксировать мое местоположение. Но Жихарев быстро ловит конкурента на обмане. Поехать в экспедицию за 300 километров куда-то, за несколько тысяч миль от дома, без единой формы ориентирования на местность, это нереально. Теперь у нового короля большие планы на развитие своей маленькой страны. Дмитрий собирается в новую экспедицию. Повезет стройматериалы для возведения первого здания Биртовеля – общественного туалета. Александр Терехин, Иван Малышкин, Радмир Абашев, Анатомия дня.